Продолжение следует... И потом выльется в то, что нужно будет печь отдельные пирожки. Итак, израильское правительство отзывает своих служащих с территории Российской Федерации и приказывает им покинуть Российскую Федерацию через Германию, через Азию, через другие республики западного направления. А вот Армения и Турция не рекомендуется, потому что они могут быть заблокированы. Каким образом, я пока не знаю. Я хочу дать вам послушать то, что мне сказала Риэль Маром, чтобы вы понимали, что ситуация действительно не прекратилась. Не вздыхайте, люди, что всё уже закончилось. Нет, друзья, оно только ещё начинается. То, что Легожин сказал, что он собирает войска и уходит, друзья. Нет, он не уходит. Он как бы просто пока не производит никаких действий. А эти действия, они будут очень скоро. Вы увидите всё, что будет происходить. На самом деле, ведь страну только готовят, подготавливают к гражданской войне. Поэтому все организации Израиля сейчас пытаются выехать. То есть у них состояние готовности номер один. У них должны быть собраны вещи. И когда им объявят, они должны в течение часа собраться и поехать в том направлении, в котором им укажут. Билеты забронировать и всё остальное прочее. Я думаю, что они сейчас будут это делать через своё посольство. Потому что напрямую будет очень-очень трудно, друзья, напрямую всё это забронировать. Поэтому они это сделают, конечно, сейчас через посольство. Итак, спасибо, Ариэль Маром, что ты прислала такое важное сообщение, которое, конечно, должно хотя бы показать толику реальности, которая сегодня происходит на нашей земле. То есть это будет касаться всех. Не будет касаться только Израиля или России. Оно коснётся далее всех. Поэтому мы должны быть сегодня все готовы, все должны понимать, что ситуация очень сложная. Ситуация ненадёжная. И Евгений Пригожин, он как бы как тот Стенькаразин пришёл в Москву. Да. А где у нас министр обороны, его нет. Где я, президент, его тоже нет. Потому что президент и не собирается быть в это время в Москве со своими гражданами. Нет, друзья. Министр обороны давно сбежал. И Жифлеон, вот это большой секрет и большое, на самом деле, событие, когда над Воронежем или под Воронежем сбили Ил-22, в котором погибло 10 человек. И среди этих 10 человек возможным был как раз министр обороны. Возможным. Потому что сразу за этим, через несколько часов, было объявлено, что министром обороны будет назначен Дюмин. Это охрана президента, это его личный охранник, это тот, кому он доверяет. А вот эти все растры с министерством обороны были как раз в последнее время. Потому что, да, Шойгу поддерживал, и его поддерживали олигархи. Олигархи, в общем-то, друзья, смотрят по ветру, чтобы и живым остаться, и собственность сохранить, и денег заработать на войне. Поэтому они поддерживали Шойгу. Ну, лагерь-то разделился. Евгений Пригожин показывал в своих видео, что его бомбили свои же. Войска Российской Федерации бомбили войска ЧВК «Вагнер». А ЧВКшников огромное количество. Нет, не только вагнеровцев, а совершенно разных ЧВКшников. Разных групп, разной команды. Их очень много отрядов принадлежат разным олигархам. Каждый олигарх зарабатывает на своих ЧВК на войне. Зарабатывает как раз деньги. И у каждого олигарха есть свои армии. И у «Газпрома» есть. И у «Росмерти», и у «Росте». У всех есть, у всех крупных организаций. И, конечно, они все принадлежат кому-то, друзья. Они же не просто так, да. Они принадлежат кому-то. Поэтому у всех этих организаций есть свои ЧВК. И вот эти ЧВК сегодня, они, я пытаюсь пристроить, потому что уже собрала всю технику. Ариэль прислал мне свое аудиосообщение. Я сейчас хочу вам его дать прослушать все, что он сказал. И вам будет понятно. Итак, слушайте. Что сказал Ариэль Маром? Внимание! Зачитывается обращение главы дипломатической миссии, первого секретаря посольства Израиля в Москве, к сотрудникам израильского посольства, а также к сотрудникам Сахнута и службы на ТИФ, работающих на территории России. Итак, обращение к сотрудникам и внешним, нештатным наемным сотрудникам категория АЛЕФ, категория БЭТ. Учитывая сложившиеся обстоятельства, я делаю прямой перевод с еврита. Учитывая сложившиеся обстоятельства, получена информация о подготовке к подрыву объектов ядерной инфраструктуры с возможной зоной поражения на обширной территории Российской Федерации, Юга России, Центра России и Московского округа. В связи с этим подготовить в течение ближайших 72 часов к эвакуации основной персонал посольства, консульства и других миссий, находящихся на всей территории России. К вывозу, к отъезду следует подготовить также семьи сотрудников и находящихся на рассмотрении на консульском учете к репатриации в Израиль. Лица категории Алиф, лица категории БЭТ, лица категории ГИМЭЛЬ, ну здесь имеется в виду, видимо, те, кто обладают гражданством, те, кто находятся на рассмотрении гражданства, значит, предписано забронировать заранее авиабилеты через страны Северной и Западной Европы, а также через Азию, включая Дубай. Существует опасность блокировки маршрутов авиадоставки через Ереван и Турцию. Про Казахстан в дальнейшем будет сообщено. Узбекистан и Казахстан. В связи с этим необходимо подготовить к эвакуации 90% персонала, архивов, документов, которые подлежат, ну и тут все это уже замаровано, тут еще часть вещей, они просто замараны, поэтому я как бы пытаюсь понять весь текст, который указан, значит, который релевантен для простых граждан. Значит, время подготовки на отъезд должно составлять шин плюс два, значит, это в течение двух часов, в течение трех часов шин плюс час, плюс два. Значит, заранее спланировать маршруты выезда из Российской Федерации в сторону Германии преимущественно, а также в азиатские страны, азиатско-тихоокеанского, значит, этого самого, включая Японию, Таиланд, Вьетнам, другие страны. Ну и, видимо, Казахстан, Узбекистан тоже является направлением. Значит, что мы здесь видим? Мы видим, что служба безопасности израильского посольства и целого ряда представительств на территории Российской Федерации, дело в том, что количество организаций, которые являются полуофициальными, но при этом очень плотно сотрудничают с Министерством иностранных дел, а также со службой, естественно, разведки, и военной, и общей разведки, и службой безопасности их насчитывается где-то порядка шести организаций. Ну, во-первых, самое главное, это Сахнут, дальше служба Натив, это официальная тоже служба, ну, такой политической и социальной, скажем, разведки, а также, естественно, представители, которые работают под прикрытием, это массадовцы, это шабаковцы, это различные, которые работают, как бы, по израильским паспортам, у которых есть российские паспорта, да, которые свободно владеют русским языком, но они работают в спарке с западными спецслужбами. Дело в том, что Израиль сегодня обеспечивает, значит, вот эту операционную, оперативную разведку в Москве и в России посредством израильских граждан, которые плотно взаимодействуют и дают определенные услуги, ну, как правило, такого технического и общего характера, административного, хозяйственной, материальной части для разведслужб западных государств, которым сейчас немножко сложнее стало работать в России. Общее количество людей здесь, конечно, не указано, но я думаю, что это речь идет о, в общем и целом, примерно 600 сотрудниках, это только центрального аппарата, то есть, включая всю вот эту вот обвеску, включая их семьи, ну, у некоторых там жены, дети даже находятся в России, соответственно, это речь идет, ну, где-то порядка, может быть, речь идти от 3,5 до 4,5 тысяч человек, которые непосредственно являются персоналом. И кроме этого, есть еще целый ряд сотрудников, которые имеют вот по этому документу приоритет. То есть, это раввины, главы общин, это различные бизнесмены россияне и евреи, которые тоже имеют уже, большинство из них, конечно же, имеют российские паспорта, это члены их семей, поэтому общее количество, я думаю, на вскидку может идти только высшей категории, то есть, те, кто перевозятся в Израиль, при содействии, при помощи государства Израиль и его служб, как официальных, так и неофициальных, может достигать на сегодняшний день около 9 тысяч человек, включая также их близких, их семьи. Вот, значит, что сделал для этого Израиль? Забронировал несколько, точнее, в нескольких местах он забронировал целый ряд бизнес-джетов, которые будут, которые вылетят в случае необходимости, значит, в ближайшее, в самое ближайшее время, с момента происшествия, вот, в сторону туда, куда можно будет физически вылететь, и затем они уже пересядут на регулярные рейсы, будь то из Европы, будь то из Азии, на Израиль, уже на регулярных рейсах будут доставлены. Значит, о чем идет речь? Есть четкая информация, ну, чет, как бы канал тут непонятен, не столько это важно, информация, которая проверена и получила подтверждение израильскими спецслужбами непосредственно, значит, центральным, опять-таки, аппаратом, будь то ОМАН, военная разведка, будь то МОСАД, это не принципиально, по каким каналам, но получена информация, которая, видимо, из нескольких источников, которая не вызывает сомнений о планирующемся подрыве или каком-то действии на атомной энергетической инфраструктуре, под словом инфраструктура, здесь все-таки речь идет о атомной станции, здесь других вариантов, ну, просто нет, что такое атомная, это либо базы хранения, да, там, радиоактивных отходов, либо это военные какие-то объекты с хранением, опять-таки, ядерных материалов, либо это, скорее всего, действующая атомная станция, потому что военные объекты, ну, это нападение на военные объекты, отходник он только один, фактически, в Чернобыльской зоне, которая довольно далеко от территории России, а тут четко указывается, что это может затронуть большую площадь юга и центральной части России, поэтому, соответственно, ну, речь идет 100% о ЗАЭС, да, то есть методом исключения, методом анализа мы четко понимаем, что, хотя напрямую здесь это нигде не указано, речь идет о ЗАЭС, о Запорожской атомной станции, о возможном крупном подрыве, значит, реакторов, как видимо, с заражением, ну, в радиусе до тысячи километров, естественно, это зависит от розы ветров. Граждане, будьте бдительны, вы на пороге гражданской войны, она уже у вас дома, она сегодня у вас дома, пока еще не стреляет в подъездах, не взрывает, но она уже у вас дома, друзья, будьте внимательны, будьте бдительны. Я Таня Карацуба, Сейдбургхан, сегодня 26 июня 2023 года, Ариэль Моро, он прочитал сообщение, с иврита перевел на русский язык.